мы пришли конечной станции откуда отправляется исторический трамвай он стоит 10 евро что такое я почитала идет по центру вот историческому центру делает вот такой круг но 10 евро на целый день ты можешь заходить выходить из него смотреть какие-то достопримечательности возвращаться а мы решили приехать на обычном трамвае обычный трамвай стоит 30 этих крон это где-то полтора евро мы решили проехаться на обычном трамвае он тоже такой старенький вагончик но 10 раз дешевле чтоб немножечко посмотреть город вот поехал трамвай на таком старее на таком трамвае мы тоже сейчас поедем в итоге мы сели в современный трамвай пришел современный не старый номер 22 и проезд стоит 30 крон евро 25 я посчитала мы едем в центр города чтоб не идти пешком два часа не два часа едем на трамвай что-то было дело по быстрее так ну что вы приехали в центр за 20 минут а так бы шли не знаю два часа далековато здесь огромный торговый центр смотрите есть какие-то кафешки внутри магазины что пойдем сейчас туда и вот о таком трамвае мы приехали но он такие современные оплатить можно в самом трамвае обычной господи кредитной карты вместо таркета таркета по испански кредитной карты можно очень удобно прикольно такой торговый центр с этими лестницами и этими штучками двигаются на вешалках прикольно так такого еще не видела крем кофе сумка хочу пойдем смотреть здесь есть интересно какие магазины смотрите фастфуд макдональд сделала такую красивую штуку с деревьями они конечно есть пластика мудрикоми прича здесь намного дешевле но уже можно покушать но мы не хотим фастфуд а темплюк нормальную еду ничего интересного нет в этом торговом центре нашла такие красивые цепки искусственные настоящий декоративный такой магазинчик как бы мало магазинов с одежды вообще нет как вот у нас там зарос принтел вот такое что продается вот такое что да вот такой торговый центр в прайе и такие вот эти цветы я бы все домой купила точно настоящий в россии это будет магазинчик а здесь красивые эти тюльпаны 90 этих стоит это скука 5 евро 4,5 евро такой букетик тюльпан так ребятушки в орел и решка видела вот этот монумент который меняется лицо то это я не помню уже она будет пересмотреть видос и поискать в праге вот это вот это дело так другой стороны прочитал что это кавка кавка слушайте мы сами знать не знали находились рядом с этим монументом кавки видите она под этими лесами строительными что-то переделывает эту голову а так смотрела видео что она бесконечно короче двигается собирается и потом только на один момент можно увидеть голову может она просто летом работает а зимой закрыта короче вот такая голова кавки и вот там можно было фоточку сделать мы уже не делали все идем дальше гулять мы еще и на улице похоже на которой гуляла вчера там где была прада ну и святого на все вот это здесь уже такие марки типа чуть подешевле да и вход в метро здание какой то почему еще магазин муж вчера посмотрел себе кепку хотим найти этот магазин купить кепку и и уже везде три сейчас вот магазин найдем тут хоть такая улица пешеходная как и наши советские наподобие пойдем в магазин они там надо садиться на обед кушать а в этой части города все дорогое придется возвращаться к нам туда короче будем посмотреть что искать конечно в праге куда ни глянь везде все красиво архитектура впечатляет но с другой стороны знаете здесь красиво и там красиво мне это все очень напоминает мадрид вот архитектура очень похоже как мадриде или мадрид похож на прагу не знаю ну одним словом все очень красиво я буду предлагаю поесть это итальянской еды пасту пасту 10 евро я хочу чешскую тут нечего есть чехи это мясо что мы взяли за 18 евро или как она называется колбаска он тоже такой очень вчера ел 10 евро то он не доел назад аксинели колбаски не снимала вам завтра мне надо так был омлет колбаски со стандартно сыр ветчина что еще хотел сказать а еще остается гуляш я биток гуляш что-то как ну как дома обычная домашняя еда платить тоже 15 евро за гуляш не вижу смысла я понимала что макароны тоже здесь евро дорого уже лучше поесть пасту чем гуляш за 15 евро зашли в какой-то магазин пивной магазин где можно все-то купить бокальчики такие прикольницы где-то евро шесть стоит такой можно бокал привезти домой мне нравится крупненький всякая такая атрибутика к пиву пивачки пилочки стаканчики так пойдем буду вам все снимать указывать носочки майки а наверно здесь ему и кепка это понравилось думаю где он эту кепку присмотри вот здесь сейчас поснимаем короче это такое видите под этим знаком тылстер то есть под пивной той маркой кепка стоит 17 евро а майка стоит 18 евро тоже такая зеленая прикольно так что наверное он возьмет себе майку и кепку имейте ввиду что здесь можно вот так это варится красиво здесь продаются зонтики вот такой большой зонтик где-то 15 евро стоит и вот такой маленький не знаю сколько надо спросить что будет у продавца еще носки всякие в банке всегда полотенце еще какой-то пледик сумки все порядка 15 евро стоит показящий какой-то музей пиво находится надо платить надо у нас как стоит это музей пиво люди все раздеваются смотрите идут наверх я сейчас просто стоит спросила 10 евро стоит вход сейчас муж вернется надо сделать . обязательно к красивой зоне даже не знаю где мы находимся но здесь целая куча магазинов вот мы пришли оттуда этого музея пиво пандора здесь вот этот футблокер посмотрели эти кроссовки саламон 180 евро стоит нас в испании не знаю по 120 по 130 150 максимум эта улица красивая сейчас сюда пойдем в общем нам надо искать место где покушать все пойдем искать наше заведение для еды на этой улице уже дешевые эти все бренды масс-маркет дверщика эко здесь вот левис что меня удивляет что это ну как бандридия это не торговый центр а вот так вот в домах находятся магазины с одной стороны конечно прикольно но и наверное неудобно а в торговом центре было бы что просто какие-то там гальцедония было сувениры учиться все марки вот так на улице находится в праге понравилось ли мне праге трудно сказать 50 на 50 потому что погода вообще говорю зимой не стоит отличать покой такая себе все дорого если хотите вот эти все хотелки туда поехать сюда поехать там заплатить гид покушать надо еще с собой как минимум тысячу брать чтобы на все эти хотелки хватило денег а так приходится экономить там что подешевле там чтобы кушать что подешевле там где-то пешком пройтись а не проехать короче да но в идеале если брать все экскурсии игры все-таки там заплатить там заплатить то на человека ну 500 евро на человек мы под евро на двоих рассчитывали то есть на все эти хотелки помимо отеля вот короче любое путешествие конечно же стоит денег чтобы еще были такие зарплаты что можно было путешествовать ну ладно там с испанской зарплатой с белорусской я вообще я ела по один бутерброд вот если я жила беларусь на собирать на вот на три дня на прагу как минимум не знаю тысячу евро надо на три дня год работать чтобы не собирать на путешествие прагу капец еще один торговый центр h&d вот если честно как тут уже не хватало вот это такой современной архитектуры потому что задыхаешься от этой так сказать старины древности хочется немножечко вздохнуть и современности ван лакосте напротив еще улочка а мы идем туда в ту сторону заходим мимо красиво здание похоже на какой-то концертный зал я не такой башни красота на каждом луну так мы не знаем куда нам идти или туда или сюда как я понимаю мы сейчас находимся в королевском районе есть другие дома более такие типа ренессанс так идем к этим часам которые стаде речь не говорит как правильно идем к этим астрономическим часам которые меняются они будут менять каждый час я вчера подходила было 35 минут я не стала ждать еще вот рассмотреть ну что вы посмотрите как они меняются мне советовали купить что-то из граната да я думаю что это дорогое удовольствие пока не буду себе позволить но в будущем возможно наша жизнь вся возможно главное в этом мечтать пока нет пока останутся гранат здесь нормально мне тоже такая архитектура больше нравится чем готическая я должна была родиться королевая королевы 16-17 веке можно создать себе красотой да лучше восемнадцатом здесь такая тема смотрите как-то фильм называется а рубак 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 не больше похоже на этот фильм который чужой был что за фильм ганере о стиле прага интересненько короче да тут некоторые фигурки с этих созвездных войн вместе вот эти а некоторые наверно других тоже фильмом это тоже был страшный вот тоже стоит один с половиной евро на все хотелки там 10 10 15 если чё вдвоем конечно такая нормальная сумма набирается на все эти хотелки так ну что начинается движение сзади на целую толпа людей игры хоть что-то в этом городе бесплатно не надо платить так ждем движение а мы начинали вверху двигаться менять ушки ай головой это тебе двигается тоже смотрите сейчас приближу поближе скелетик мах машет это ручкой эти каждый час я говорю даже не понимаю сколько времени эти часы показывают но сейчас 4 часа дня у меня это все весь весь спектакль на этом закончился так вот они замените часы на этой башне и вот они японцы которых много японцы китайцы визна вот эта площадь я была вчера здесь было солнечно на сегодня идет дождь мы сможем берем как вот эти японцы вообще могут здесь передвигаться без знания языка мне это хоть как-то я могу прочитать то что похоже там наполовину что-то польский до русский что-то понятно хоть как-то а как они читают как они тут передвигаются по городу мне непонятно и вот та улица куда я ходила вчера гуляла для дорогие эти все бренды прада и все вот это так она вот в эту сторону к отеле эти на 20 25 я уже устал если честно